Хотя вот епископ этой епархии ратуется автокефалию, а люди, вот как ни странно, нет. Знаете, как-то они говорят, так что мы не хотим становиться автокефальной церковью. И не церковные люди даже говорят, а мы один народ. Русские, украинцы, белорусы, хотя у нас разные государства, но мы один народ. О какой нации вы говорите? Создание новой нации. Эта нация давно уже родилась. Что еще вы хотите родить? И люди эти не хотят перерождаться. Еще 10 лет назад я говорил, что никакой Украины не существует. Есть 7 или 8 разных регионов с разной исторической памятью, разной системой ценностей, разной оценкой своей истории. Есть Закарпаттия, Русинская Русь, которая с Киевом никогда и никак себя не отождествляла. И даже в церковном смысле они были подсердственным патриархом. И только Сталином в 49-м году, в 45-м году были присоединены. Есть Галичина, да, Титна, униатско-католическая, антимоскальская. Есть Волынь, которая православная, кандово-православная, но не москальская. Есть Гоголевская Украина, Полтавщина, есть Киев, есть Харьковщина, Слободская Украина. Слободская Украина, есть Луганщина, есть Новороссия, есть Крым. Много этих регионов с разной памятью, и поэтому и для одних, для половины Украина Богдан Хмельницкий герой, для половины мерзавец, предатель. С Мазепой та же самая история. Но это было до 2014 года. Сейчас совершенно очевидно, точка консенсуса слишком, то есть очень очевидно и сильно сместилась в сторону Запада. То есть, с западной галицийской точки зрения, стало теперь вызывать согласие у людей гораздо более восточнее, чем раньше. Поэтому, ну, я говорю, все-таки этот процесс происходит. Но при этом все равно, да, есть и довольно массовое настроение в некоторых регионах, то, которое вы описали. И поэтому я говорю, что надо четко, чтобы все стороны признали, в том числе и галичане, признали, что нет преступления в том, чтобы оставаться в Русской Православной Церкви. Процитирую вас, буквально самые недавние ваши слова. Если вы не знаете, что делать, то прощайтесь к анону. Одновременно адаптицы имеют свойство подгоневать. Особенно, когда и фарон. В новых реалиях, канон, кто определяет, кто является, скажем так, подписантом того, что это является нашим, так или иначе, новым каноном. Мы живем в обществе, которое вызывает, и в мире, которое вызывает, и является новым, как сейчас принято говорить, вызовом мерзкости. Знаете, где-то месяца, месяца полтора назад я сказал красивое слово, как всякая красивость, конечно, это немножко бессмысленно. Но и осмысленно тоже. Я сказал следующую фразу. Я за автокефалию каждого человека. Поэтому кто принимает решение, вы, конечно. То есть, это ваше решение слушаться патриарха Кирилла или кого-то другого. Это все равно ваше решение. Это ваше решение прислушаться в чем-то ко мне или к какому-то другому проповеднику. Да, это ваше решение. И вот это реалия, которая с трудом укладывается в сознание наших страховных лидеров и проповедников. Вот это вот новое условие возможности выбора. Я считаю, что главный вывод из украинского рейса – это то, что надо, в конце концов, отказаться, придется, наверное, отказаться от традиционной канонической системы формулы «один город, один епископ». Эта формула удобна для епископов, но только для них. В Америке в одном городе может быть 20 епископов православных – сербские, русские, греческие, болгарские и так далее и тому подобное. И как-то они более-менее научились собираться вместе, вместе праздновать, особо не мешать друг другу и так далее. В итоге, конечно, может быть, доходы каждого из них стали меньше, чем хотелось бы, но это их проблема. А людям проще. Люди могут переголосовать ногами, спокойно выбирать себе храм, священник, юрисдикцию и так далее. И это как раз хорошо. Между прочим, именно по этой причине я считаю, что в православии больше не будет реформации. Несмотря на то, что я сейчас говорю, что надо пересмотреть и так далее. А реформации в православии в России не будет по одной простой причине. По двум причинам. Или одной. Причина такая, что уже нет и не будет государственной церкви. Реформация – это дело государства. В Европе, Северной Европе было. Чья власть, того и вера. А поскольку нет государства ни за реформаторами, ни за консерваторами, то это означает, что можно просто уходить. То есть пару есть куда выйти. В чем отличие даже современной ситуации в нашей стране от того, что было в Советском Союзе. Помните, старая идут, как сидит такая диссидентски настроенная компания интеллигенции на московской кухоньке. Каждый рассказывает печальные новости из своего ведомства. Фоном играет там «Голос Америки» что-то. Какую-то передают особо неприятную новость. Все так печально вздыхают, молчат. И вдруг кто-то с отчаянью говорит, ну в конце концов, ну выход из этого есть или нет? Все понимают, что еще более тяжело вздыхают. Вдруг у этого мужа говорит «Есть». Все к нему «Где?» В Советском Союзе не было такого. Это сейчас есть, да? Так вот, это касается и церковной жизни. Сегодня это «Шереметьево» открыто. Есть даже в православном мире множество юрисдикций, какие-то истинно православные, еще что-то. Есть католическая церковь, есть староверы. На вкус выбирают. Можно пойти в протестанты, можно в неконфессиональные христиане, можно в буддисты и так далее. То есть что это означает в социальной психологии? Недовольные могут уйти и не портить настроение оставшимся. А оставшимся все хорошо до определенного времени, пока их всерьез не коснется. И поэтому все сохраняется. То есть для задачи музеифицирования идеальные условия. Проветривание на помещение. Встречный вопрос. Мы говорим о возможности выборов, а там мы говорим, к примеру, да? Православие, калицизм, кризис и все остальные возможные нормальные религии. Сейчас мы говорим о выборе внутри православия. Да, о выборе внутри православия. Вопрос номер один. Как я, как мирянин, могу выбирать? То есть есть ли вот у меня какая-то подсказка сверху? Она и сверху, и со всех сторон. Чтобы там хорошо, а там не очень. Не превращается ли в этом случае православие в лавку с конфетами? Где акулы там лежат, где там хорошие какие-то? Отчасти, да. Соответственно, вот знаете, я не знаю, у химиков, наверное, есть такой, или у физиков такой термин. Как называется вот то вещество, которое, скажем, берет столько жидкости или соли, сколько ему надо? Из рассола, куда оно погружено? Абсорбент? Ну, что-то такое. Ну, в принципе, вот человеку, наверное, тоже надо брать в православие, сколько тебе нужно. Для себя решите, а в чем и почему вы думаете, что вот батюшка должен за вас решать? Понимаете, это, конечно, противоречит обычному призыву церковного пастырства, послушанию во всем и всегда. Но, знаете, для меня дорогие слова митрополита Антония Суржского сказаны мне, а точнее говоря, всему моему курсу, семинарии в 88-м году, когда в последний раз он приезжал в Советский Союз. Митрополит Антоний Суржский сказал так, что он читал нам лекцию о духовничестве, и сказал, высшая задача духовника – сделать себя самого ненужным. Так и задача учителя. Чтобы не нужно было спрашивать каждый раз, батюшка, а это можно или нельзя? У тебя должна сработать совесть, выработаться совестный рефлекс. У опытных, апостол Павел пишет, чувство навыкам обучено развлечению добра и зла. Поэтому, мне кажется, что особенно в современных условиях, когда есть огромное количество православной информации, книги и так далее, всего большего числа людей возникает вопрос. А я даже с точки зрения богословия, я более эрудирован, чем наш приходской батюшка. Я, опять же, знаю немножко его образ жизни и так далее, его реакцию общения с людьми, и вижу каким-то значимым для меня тем, не с точки зрения, как хорошо он постится, а как часто он бывает раздраженный, как он убегает от людей или, напротив, поворачивается к ним, реагирует на чужую боль. И вдруг я вижу, что мой сосед по подъезду в этом смысле гораздо более христианин, чем мой батюшка. Вот у меня, честное слово, просто реально в жизни это именно так. Вот у меня в подъезде есть семья, я их поначалу немножко так как-то не ценил. Они ходили в какой-то либеральный приход такой, типа Кочетковский и так далее. Посты не очень соблюдали там. По воскресеньям могли вообще проспать службу, а при этом православные. Я их поначалу даже через период немножко осуждал. А потом они бросили свои работы и стали просто волонтерами в хосписе. И тут я понял, это еще большой вопрос, кто из нас христианин. Вот такой опыт он тоже копится, и не только в моей личной жизни, в жизни вообще поколения нашего. И это неизбежно приведет к переформатированию вот всей церковной жизни. Тихонечко, без громких лозунгов, без восстаний. Да, кто-то будет уходить, но понимаете, в чем дело? Совсем изолироваться от внешнего мира нельзя. Поэтому вот моя надежда на реформу, она с чем связана? С тем, что, хотя эта надежда, скорее, 90-х годов, сейчас может быть и иначе, но если все-таки России суждено стать частью западного мира, потому что сегодня это неочевидно, может быть, все-таки станем провинцией Китая, да? Но если повезет, да? Если мы станем частью западного мира, то тогда эта западная правовая культура, культура сутяжничества в том числе, она станет нашей. Поэтому я скажу, что в церкви что-то будет двигаться только тогда, когда и есть, я увижу, что у нас появилось движение за права потребителей. Вот когда прикроют магазинчики типа магнит по всей стране, когда ту хлядинку пристанут впаривать и на рынках, и так далее, я скажу, значит, что же, люди хотя бы о животе своем стали заботиться, защищаться. Тогда есть надежда на то, что они ограничат границы своей приватности, научат уважать святыню своей жизни, в том числе и попов, и епископов, и так далее. Тогда что-то изменится. С Льва Толстого можно снять анафему только в одном случае. Если будет найден его секретный дневник. Или не его, а хотя бы Черткова. Знаете, вот если найдется какой-то секретный дочери Чертковой, его сестаря. И она скажет, папа перед смертью рассказал, как на самом деле умирал Лев Николаевич. Что вот он очень хотел встретиться с оптинским старцем, но я запретил ему и обманул старца и не пусти. Тогда мы будем иметь право сказать, да, Господь и намерение приемлет, и Лев Николаевич, мы за то, чтобы Господь был милостив к тебе, молимся и так далее. А без этого это насилие над человеком. Он не хотел быть в церковью. Это его право. Зачем навязывать ритуальное обслуживание? Нет, не произносили. Я вам больше скажу, я в домике, меня нельзя отручить от церкви. Потому что я дьякон. 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 Дьяконов не отручают. Но есть законы, норма римского права. За одно преступление нельзя наказывать дважды. И поэтому все церковные каноны формулируются так. Ащи. Некто совершит что-то нехорошее, то если мирнин, да, будет отлучен, а если священник, да, будет лишен сана. Поэтому меня можно лишить сана, но нельзя отлучить. Продолжение следует. Продолжение следует.